Я редко к вам обращаюсь в самом начале, но буквально секунду вашего внимания. Я чуть-чуть приболел, поэтому эта история уже выходила на канале, возможно многие её не слышали, но всё же рад буду вашей поддержке в комментариях и вашим пальцем вверх. Больше не прерываю, надеюсь то, что скоро поправлюсь и приятного прослушивания. Мокрые зёрна асфальта охотно отражали жёлто-оранжевый свет фонарей, в то время как всеохватывающий туман стремился захватить окружающее пространство, медленно опускаясь к земле. Тем временем водитель Белой Лады мчался на последний за сегодняшнюю ночь вызов. Вроде бы можно было бы отказаться от нежелательной поездки в дачный посёлок, но Сергей решил забрать пассажира и довести его к требуемому адресу. Таксист понимал, что в ожидании нужного заказа нужно провести несколько часов. А сегодня у дача решил отдать себе передышку и не баловать мужчину своим расположением. Щётки стеклоочистителей громко скребли по ветхому стеклу, грубо намекая о необходимости своей замены и сильно отвлекая на себя внимание. Сергей включил противотуманные фары, уверенно надавив пальцем на соответствующую клавишу. Видимость немного, но всё же стало лучше на некоторое время. Правильнее было бы вместе с предыдущим действием сбавить скорость. Но неослабленная видимость, невлажное покрытие дороги и даже мелкий дождь не могли убедить уверенного в себе водителя сбавить скорость. Даже загоревшаяся индикация о малом количестве топлива в баке лишь вызвала лёгкое негодование, что проявилось недовольным бурчанием водителя. Последний, нет, крайний раз и домой на отдых, а потом снова за баранку. Ей больше некуда бежать, дорога навсегда их привлекает. Рассуждал подвыпивший водитель вишнёвого внедорожника немецкого происхождения. Он тщательно вглядывался в автобусные остановки, периодически попадающиеся по пути, и изучал обочину на предмет случайных прохожих. Николай искал сбежавшую от него девушку, юную блондинку, которую мужчина удерживал в своём дачном домике против её воли уже несколько дней. Плотные зелёные листва кустов и деревьев, растущих вдоль дороги, а также туман охотно мешали обнаружению беглянки. Лишь маленькая оплошность Николая в виде излишней самоуверенности, помноженная на идеальные стечения обстоятельств, позволила сбежать красавице-старшекурснице из плена страшного безумца. Она знала, что с ней будет, терять было нечего. Перепуганная девушка несколько раз выскакивала на дорогу, пытаясь остановить редкие ночные автомобили. Но ни один водитель не посмел притормозить. То ли ограниченная видимость, то ли банальное нежелание вмешиваться в чужие проблемы не давали уставшим ночным водителям столь резко изменить свои планы. Продрубшая насквозь босая беглянка неуверенно шагала по обочине, опасливо оборачиваясь в ожидании света ярких белых фар позади. Те самые фары она смогла бы узнать даже посреди одинаковых моделей внедорожников. Страх навсегда впечатывает определенные образы в наше сознание. Именно этот цвет фар видела девушка, когда владелец автомобиля брезгливо, но мастерски одним отточенным ударом проломил череп ее жениху. Впереди показалась машина. Ярко загорелись желтые противотуманные фары. Водитель на чеку. Он точно не должен пропустить попавшую в беду девушку. «Нахрен мне такие истории!» Разглядывая странную девушку уже в зеркало заднего вида, пробурчал Сергей и направил свой взор на навигатор, чтобы свериться с маршрутом. «Может, здесь?» Предположил Николай, вглядываясь в очередную на его пути автобусную остановку. Уставшая рука потянула рулевое колесо влево в направлении взгляда водителя. Тот не сразу заметил резкое отклонение от траектории. Умные помощники, которыми был оснащен дорогой немецкий автомобиль, может быть, и помогли бы водителю в данной ситуации, но они были специально отключены практически сразу же после приобретения всего транспортного средства. Мешают же они больше, чем помогают. Яркий свет ударил в глаза Сергея, заставив оторвать взгляд от подтупливающего навигатора. Навстречу ему мчался большой внедорожник. Таксист инстинктивно изо всех сил вдавил педаль тормоза и постарался выкрутить руль на встречную полосу, тем самым пытаясь увернуться от неминуемого столкновения. План стремился к исполнению, когда в дело вмешался Николай, вернувший свой взор к дороге. Чуть менее острым движением он также, повинуясь инстинкту, пытался вернуть автомобиль в свою полосу. Мокрое дорожное покрытие, задымленный уставший взгляд одного водителя и легкое опьянение другого поспособствовали скорейшей встрече двух транспортных средств нос к носу. Легкий звон в ушах и подташнивание, сопровождаемое головокружением, первое, что почувствовал Сергей, очнувшись в искореженном автомобиле. Он неуверенно осмотрелся и торопливо ощупал себя. Руки, ноги целы. Двигаться получалось. Цел, а значит пора выбираться из машины. Казалось, авария произошла несколько секунд назад, но утреннее солнце, неуверенно пробивающееся сквозь все тот же туман, говорило совсем о другом. Мужчина провел в отключке несколько часов. Последним воспоминанием в его памяти значилась яркая вспышка. Собравшись силами, Сергей попытался выбраться из машины. Заторможенная реакция и слабость не сразу позволили прийти к выводу, что придется хорошенько постараться, чтобы покинуть разбитый автомобиль. Просто сильно дернуть за дверную ручку оказалось недостаточно. Это водитель понял, когда обнаружил у себя в руке кусок пластика, выломанный из двери. Слишком много сил он потратил на ручку. Сергей пытался позвать на помощь, но едва открыв рот, чтобы набрать больше воздуха в грудь, отключился. «Ты не должен здесь оставаться! Спасайся!» Заботливый детский голос вернул в чувство Сергея. Он испуганно огляделся. Казалось, голос звучал у него в голове. Безумно знакомый детский голос. Сергей точно знал его, но не мог вспомнить откуда. Следуя призыву, он сгруппировался и попытался выбраться через окно автомобиля. Деформированный кузов всячески препятствовал освобождению. Но изрядно исцарапав руки и плечи, мужчина все же сумел выбраться из разбитой лады. Хорошенько оглядевшись, таксист сумел разглядеть лишь две разбитые машины. Ни обочины, ни деревьев не было видно. Практически все окружающее пространство оказалось окутанным вездесущим туманом, ненавязчиво сопровождаемым довещей тишиной. Чтобы убедиться в том, что отсутствие звуков – это последствия аварии, Сергей ударил по кузову своей машины. Услышав гулкий звук помявшегося металла, он убедился в полном функционировании своих слуховых органов. Вторым подтверждением стал тяжелый удар по земле, раздавшийся где-то вдалеке. За первым ударом послышался второй, за вторым – третий. Это было похоже на шаги неведомого гиганта. Звуки становились громче, заставляя фантазию еще не отошедшего от аварии человека придумывать максимально абсурдные источники шума. Спустя непродолжительное время шаги стали сопровождаться треском деревьев. Сергей никак не мог сообразить, какая техника, а это было определенно что-то механическое, по его мнению, могла издавать подобные звуки. Он подошел к обочине, стараясь вглядываться сквозь плотный туман в посадке. Мгла позволила разглядеть часть хвойных лесонасаждений, но источник шума увидеть не удалось. Идти на шум Сергей посчитал опасной идеей. Эту местность он не знал, неизвестно, что скрывают эти деревья. Возможно, за ними начинается карьера, и сейчас там производятся работы с применением новейшего ударного механизма, который наверняка опасен. Или же вообще маленький тихий лесок окутывает не только дачные участки, но и военный полигон? Сразу оба сомнительных предположения разрушились по настоящему сводящую суммоправду. Не обращая внимания на мелкие деревья, из леса вышло существо невероятного размера. Оно двигалось медленной, уверенной поступью. Четыре длиннющие ноги столба, продолговатые туловища – все, что удавалось разглядеть мужчине. Голова, если и была у чудища, была скрыта туманом. Гигант, не обращая внимания на перепуганного человечешку, прошел мимо, следуя своему маршруту. А Сергей, потеряв до боли глаза, ущипнул себя за руку и, убедившись в натуральности происходящего, бросился обратно в искаженный автомобиль. С трудом забравшись через окно, таксист вжался в кресло, стараясь стать как можно менее заметнее. Участившееся дыхание мешало сосредоточиться, мужчине требовалось хорошая пощечина и глоток холодной воды. Но даже это не привело бы его в чувства хотя бы на 50%. Сергей просто закрыл глаза и сжался в попытке занять как можно меньше места в автомобиле. «Это Громол, не стоит его бояться, он не причинит тебе вреда. Ему нет никакого дела до простых людей». В голове снова прозвучал все тот же детский голос. «Кто это?» Не открывая глаза, шепнул Сергей. «Но здесь есть и те, кого стоит бояться. Ты должен поторопиться, чтобы избежать с ними встречи!» Продолжил голос, проигнорировав вопрос. Сергей открыл глаза и огляделся. «Никого, шум шагов давно утих». Вытерев холодную спарину с олба дрожащей рукой, уже гораздо проворнее таксист выбрался из машины. Впервые с момента пробуждения он осмотрел своего железного кормильца. «Вутиль!» Подвел он итоги краткого осмотра. «Ты должен как можно скорее покинуть дорогу, здесь опасно!» Умоляющий повторил голос. «Он уже идет за тобой!» «Кто идет за мной?» Уже громче заговорил Сергей. Ответа таксист не услышал, вместо него раздался шорох, сопровождаемый болезненными стонами. Источником звука оказался вишневый внедорожник. Сергей подошел ближе к помятой машине виновника ДТП. Только сейчас он вспомнил о втором участнике дорожного события. На водительском сидении барахтался человек. Едва Сергей протянул руку, чтобы помочь открыть дверь, как та сама с легкостью распахнулась, и из машины вывалился мужчина. Его лицо... Таксист протянул было руку, чтобы помочь водителю подняться на ноги, но резко отдернул ее. Стоя на коленях, на него смотрел человек с кровавым месивом вместо лица. У него не было нижней челюсти, вместо верхней губы ошметки, отдаленно напоминающие его первоначальный вид. Нос, измазанный высохшей кровью, был сильно примет на бок. Он что-то пытался говорить, но из-за полученных увечий получалось лишь безумное клокотание. Очевидно, несчастный еще не сумел отойти от шока и осознать всю степень полученных травм. «Как ты вообще жив?» Брезгливо рассматривая лицо мужчины, Сергей все же протянул ему руку помощи. Члены раздельного ответа ожидаемо не последовало. Безротый, такое слово выдумал таксист для обозначения безымянного человека, ставшего виновником возникшей ситуации. Ощутимой помощи от него Сергей не ждал, но искать выход вдвоем всяко проще. «Ты никого или ничего странного не видел? Может слышал?» Спросил Сергей, планируя их дальнейшие действия. Не видел, не слышал. Сам себе ответил он, наблюдая за безобразным мотанием головой Безротова. Таксист уже собрался возглавить их поход в лес и снова ждать указаний детского голоса, как почувствовал руку на своем плече. Его невольный спутник схватил его и что-то пытался сказать. Всем своим видом Безротый показывал, что знает Сергея. «Уау! Уаааа!» «Я действительно хочу тебя понять, но, братан, это очень сложно сделать. Идем в лес! Там разберемся, что делать дальше. На дороге опасно!» Посмотрев по сторонам, изувеченный человек предложил решение возникших коммуникационных сложностей. Он постучал пальцем по своей ладони, имитя набор телефонного номера и вопросительно посмотрел на малопонимающего собеседника. «Телефон?» – переспросил Сергей и увидел одобрительное кивание головой. Продолжил. «Мой вылетел из машины во время аварии, а твой?» «Уууууу...» «И твоего нет. Значит, говорить буду я, а ты просто следуй за мной. Давай сделаем так, а дальше видно будет». Получив одобрительный, но уставший кивок, Сергей убедился в легитимности на право быть старшим в их маленькой команде и направился в сторону леса. Едва новоиспеченные путники поравнялись с первыми деревьями, как туманную тишину, перебиваемую лишь легким шорохом осенних листьев, бесцеремонно нарушил громогласно пронюсшийся выстрел. Истошно завопив без роты, ухватился за ствол ближайшего дерева. Он едва стоял. Выпущенная из тумана пуля пробила голень мучающегося от боли мужчины. Сергей спрятался за стволом другого дерева и ждал второго выстрела. Однако стрелять, судя по всему, больше никто не собирался. Умоляющий о помощи взгляд и без того намучившегося человека, направленный на своего лидера, выдавал позицию дрожащего от страха мужчины. Не услышав стрельбы и понимая, что стрелок вот-вот может приблизиться к ним, Сергей аккуратно выглянул из-за дерева в сторону дороги. Именно оттуда, по его предположению, был произведен выстрел. Что заставило его так думать, понять было сложно. Возможно, в подсознании плотно засели предостережение таинственного голоса об опасности оставаться на асфальте. Сергей осмотрелся, но кроме близ растущих деревьев и вездесущего тумана не увидел ничего и никого нового. Он осторожно подошел к своему раненому временному товарищу. Бегло осмотрев рану, абсолютно далекий от медицины таксист понял, что дело дрянь. Пуля раздробила голень, и идти бедолага не сможет. Сергей не успел задаться вопросом о том, что ему делать с раненым человеком. Из тумана со стороны дороги показалась высокая фигура человека, облаченного в длинный плащ. Голову стрелка украшала широкополая высокая шляпа. Держа на готове револьвер, он шел, широко шагая к своей жертве. Сергей чувствовал на себе его взгляд, говорящий о необходимости как можно скорее покинуть своего обреченного товарища. «Либо ты, либо мы оба! Прости!» Виноватый протараторил Сергей и вырвался из отчаянной хватки истекающего кровью мужчины. Отбежав на несколько метров, Сергей обернулся. Погони не случилось. Стрелку нужен был лишь один из них. Только когда человек в шляпе подошел к раненому, стало понятно, насколько огромен враг. «Три метра, может, чуть больше!» Определил на взгляд осторожно подсматривающий Сергей. Словно охотник из фильмов. Наблюдая за тем, как гигант неторопливо обхаживает раненого человека, едва шевеля губами, прошептал испуганный таксист. «Это и есть охотник!» Подтвердил вернувшийся детский голос. А тем временем охотник схватил Безротова за раненую ногу и поднял, удерживая на вытянутой руке свою жертву. Легкость, какой гигант это сделал, поражало воображение. С расстояния оказалось, что он даже не напрягается. Долго мучить пойманного человека охотник не стал. Он хладнокровно направил на него револьвер и выстрелил, забрызгав ближайшее дерево внутренностями из головы бедолаги. «Охотник пришел не за тобой! Он уже нашел свою жертву! Но есть тот, кто идет за тобой! Тебе не удастся так легко отделаться! Если будешь слушать меня, то у тебя появится шанс избежать с ним встречи!» Торопливо пояснил голос, неизменно звучащий в голове. Сергей внимал каждому услышанному слову, но никак не мог оторвать взгляд от подергивающегося трупа в мощной руки охотника. Едва за тех грохот, виновником которого стал крупнокалиберный револьвер, нашелся новый нарушитель тишины. Металлические скрежет, лязг цепей и какое-то невнятное бормотание стали новыми источниками беспокойства, доносящимися со стороны все той же дороги. «Он идиот!» Испуганно пролепетал голосок и затих. Из тумана показалась странного вида фигура, на фоне которого габариты охотника стали незначительны, и уже он сам стал казаться беспомощным. Паукообразное двухглавое существо неловко перебирая иглоподобными лапами приблизилось к стрелку. В том месте, где у привычных пауков располагается брюхо, у этой твари находилось несколько металлических клеток, способных уместить по человеку в каждой. Головы отдаленно напоминали человеческие, привычно располагались рты, разве что у них практически отсутствовали губы, лишь легкий намек на их наличие придавал немного человечности лицам, которых по сути не было. Возможно, эта человечность выражалась в лицевом убранстве тварям, большие черные глаза, кроме своего цвета, ничем более не выделялись. Вместо носов посреди лиц красовалась по две дыры. Удлиненные затылочные части черепов, серая склизкая кожа и легкий паучий пушок вместо волос сделали головы непохожими на людские. На длинных и мощных шеях они возвышались над небольшим телом, грубо переходящим в брюхо из клеток. Нелепо перебирая воздух передними лапами, очевидно использующимися в качестве хватательных конечностей, чудовище склонилось над охотником, сравнявшись с ним взглядами. Безмолвный убийца, не выпуская тело из рук, шагнул навстречу чудовищу, поддерживая зрительный контакт, тем самым принимая вызов. В ходе немого диалога охотник поднял тело и жестом продемонстрировал свое право на него. Головы паука переглянулись и недовольно бормоча признали право добычу. Словно в качестве извинений, охотник достал из кобуры оружие и указал стволом револьвера на Сергея, который все это время остолбенело наблюдал за взаимодействиями двух чудовищ. «Охотник получил свою добычу! Пауку предназначен ты! Беги же!» Детский голос снова ворвался в разум таксиста, заставив его очнуться. «Куда бежать? В лес! Беги вглубь леса! Я направлю!» Паук будто бы слышал подсказки ребенка и яростно взревел, заторопился в сторону нужного ему человека. Плотно растущие деревья вынудили чудовище отказаться от прямолинейного пути, заставив выбирать обходные пути, что давало фуру жертве. Треск деревьев, говоривших о периодической прямолинейности паука, сопровождаемый лязгом ржавого металла, становился тише. Сергей отрывался от идущего по пятам чудовища, однако он едва дышал, сил на бег совсем не осталось. Нужна была передышка. В тот самый момент, когда ноги уже начали заплетаться, как нельзя кстати, впереди показались очертания деревянного дома. Не задаваясь вопросом, кому понадобилось строить двухэтажный коттедж посреди леса, Сергей забежал на крыльцо и дернул дверную ручку. Дверь поддалась и беглец оказался внутри. «Эй!» Осторожно позвал Сергей, ожидая ответа от хозяев. Ответа не последовало. Закрыв за собой дверь, перепуганный и вымотанный беглец наконец-то ощутил себя в безопасности. Дерево добавляло уюта, а массивная дверь, которую Сергей запер не менее массивной задвижкой, внушало ощущение недосягаемости. Пройдя по дому, он не обнаружил ничего, кроме толстого слоя пыли на редкой для такого большого дома мебели. Поднявшись на второй этаж в спальню, Сергей также не смог найти хоть что-то примечательное. Лишь небольшая книжица привлекла его внимание. Нечто похожее на личный дневник лежало на прикроватной тумбочке. Отличало книгу полное отсутствие пыли на ней, словно ее положили совсем недавно. Приятный хруст сопроводил открытие книжицы, которая ожидаемо оказалась дневником. Сегодня мы с Серегой снова это делали. Доходяга плелся из музыкальной школы, что-то напевая себе под нос. Не наигрался на своей скрипке. Идиот! Даже не сразу заметил нас. Серега толкнул его и потребовал отдать тебе деньги. А дурачок попробовал убежать. Да еще через гаражи. Большая глупость. Мы его как раз там и поймали. Специально дали добежать до более тихого места. Скрипач так перепугался, что даже не смог закричать, когда захотел этого. Сумел лишь хватануть воздуха и слегка пискнуть. Деньги он не стал отдавать, даже когда я показал ему свой нож. А все потому, что у него их действительно не было. Не врал нам. Серега уже думал отпустить его, но я-то не за его деньгами гнался. Мне нужно было срочно опробовать новенький нож. Немного помешков, я вонзил лезвие в бедро скрипача. Вот теперь он сумел закричать. Ха, да еще как! Визжал, как жалкая девчонка! Серега... Ему стало жалко парнишку, и он попросил меня отпустить его. Не за этим я гнался, не за этим. Эта просьба, которую приятель снова повторил, меня сильно разочаровала. Я думал, Серега такой же, как я. А он слабак. Но я смогу его сделать сильнее. Нужно время. Отпускать скрипача я, конечно же, не стал. Думал поиграться с ним, но вдруг подпортил мне настроение, и я проткнул горло доходяги. Нож острый, кровища много, а Сергей обиделся. Мне казалось, в прошлый раз он был не против убийства. Как и в позапрошлый. Прочитав в случайном порядке открытую страницу, Сергей тяжело выдохнул. В приятеле автора написанных строк он узнал себя. Николай, имя автора строк. Именно с ним Сергей провел пару подростковых лет, когда временно жил у отца. После развода мать парня пыталась наладить личную жизнь, чему, по ее мнению, мешал сын подросток. По этой простой причине мешающий ребенок был передан отцу, которому он помех в жизни не создал. Сергей сам готовил себе еду, стирал одежду, по сути, 14-летний пацан сам содержал себя. Даже коммуналку регулярно ходил платить на почту, практически с боем выбивая деньги у вечно пьяного отца на оплату услуг. Поэтому предложение Коляна потрясти какого-нибудь лоха было охотно принято. Николай, живущий в похожей обстановке, прекрасно понимал, каково приходится его другу. Это их сблизило. А те неженки, живущие с нормальными родителями и таскающие с собой здоровенные тубусы и футляры для скрипок, им же не так нужны карманные деньги, как пацанам, живущим в подобных условиях. Однако Сергей практически сразу испугал рвение приятеля. Колян не стеснялся пускать в ход нож. В первые несколько грабежей подросток просто порезал пойманных ребят. Кому-то изуродовал щеку, наверняка оставив шрам на всю жизнь, а кому-то даже попытался снять честь скальпа. Затем случилось первое убийство. Николай попытался сделать вид, что это вышло случайно. И Сергей даже сумел себя убедить в этом. Растущая потребность в денежных средствах затуманила взор подростка. Лишь когда Коля убил скрипача, у которого и денег-то при себе не оказалось, пелена сполазглась Сереге. Он увидел истинное лицо своего друга. Та ухмылка, с которой Николай проткнул горло несчастного парнишки, навсегда отпечаталась в памяти. На следующий день после убийства скрипача Сергей сообщил другу, что решил завязать. Очень кстати объявилась и мать, решившая снова заняться сыном и вернуть его в свой дом. Николай периодически писал другу с предложением возобновить их совместные дела, но положительного ответа так ни разу не получил. А Сергей, читая новости об очередном пропавшем подростке, понимал, что некогда его лучший друг продолжает пускать кровь невинным людям. Возможно, ты и это письмо оставишь без ответа, но я все равно напишу. Я решил бросить навсегда наше общее дело, ты же понимаешь, о чем я. Без тебя это делать сложнее. Недавно я чуть не пострадал, было сложно. Я решил переключиться на охоту, пока тренируюсь на беспомощных мишенях. Поймаю какую-нибудь козочку, отвезу ее на машине в лес, отпущу, дам фору, а потом гонюсь за ней с ружьем. Я же машину купил себе. Всегда мечтал о чем-то большом цветокровье. И теперь она у меня есть. Багажник просто здоровенный, поэтому приглашаю тебя составить мне компанию на охоте. Ко мне в машину легко поместится лишняя козочка для тебя. Ты знаешь, как меня найти. Я всегда тебе рад. В голове Сергея всплыло одно из последних писем Николая. Именно тогда уже состоявшийся таксист всерьез задумался обратиться в полицию. Козочка, так Коля всегда называл красивых девчонок, и, судя по всему, с возрастом его лексикон относительно противоположного пола не претерпел значительных изменений. Сергей даже начал откладывать деньги на консультацию юриста по поводу своих подростковых преступлений. Николай должен был быть остановлен, но не ценой тюрьмы для обоих друзей. Поэтому Сергей решил, что если ему будет светить срок даже за помощь следствию, он остановит Николая самостоятельно. Узнав автора дневника, Сергей уже внимательно осмотрел охотничий домик. Судя по всему, это было временное жилище его друга юности. Немного я потерял, отказывая тебе, дружище. С хлопком, закрыв дневник, пробормотал мужчина. Таксист даже не заметил, как, предавшись воспоминаниям, напрочь забыл о насущных проблемах в виде страшной твари, еще несколько минут назад преследовавшей его. И уж точно паук не бросил эту затею. Но страха не было. То ли эта деревянная хижина действовала успокаивающе, то ли довольно продолжительное пребывание в стрессе заставило мозг успокоиться и принять все как должное. Рассматривая через грязное окно туман, Сергей задумался, а жив ли он вообще. Авария, повсюду туман и чудовище. Ай! Сергей больно ущипнул себя за руку. Боль вернула ощущение опасности и привела в чувство задумавшегося о своей судьбе таксиста. Реальность, вымысел или потусторонние измерения – это все не важно. Главное – остаться целым и невредимым. Тщательно вслушиваясь каждый шорох за окном, Сергей услышал тихие стоны. В домике он был не один. Из всех сил напрягая ноги, он старался идти как можно тише в сторону подозрительных звуков. Приглушенные стоны сменялись странным мычанием. Уже будучи на кухне, Сергей обнаружил дверь в полу, очевидно ведущую в погреб. Судя по усилившимся звукам, под полом кто-то был и нуждался в помощи. Оставаться аккуратным и тихим становилось все сложнее и сложнее. Ситуацию обострил послышавшийся треск поваленных деревьев, паук добрался до хижины. «Нужно бежать!» – скомандовал внезапно вернувшийся голос. «Я не могу». Едва слышно начался рги, но его прервал сильный удар по крыльцу домика. Еще пару мгновений и беспощадная тварь разгромит деревянную постройку и доберется до жертвы. «Тогда открывай погреб и беги через окно спальни!» Примирившись с желанием ведомого им к спасению человека, так просто оставить погреб, голос дал простое и легкое указание. Глубоко вдохнув и быстро выпустив ртом набранный воздух, Сергей схватился за железную задвижку на дверце погреба и отодвинул ее в сторону. Немешкая, на одном дыхании он поднял деревянную дверцу и обомлел, едва не выпустив из рук ручку двери. Из глубины погреба на него подняли головы три исхудавшие девушки. Было похоже, что кто-то их держал тут продолжительное время, сильно скупясь на еду, но не жалея сил на издевательство. У измученных девушек были зашиты рты, а у двух из них еще и веки. Третья же была попросту лишена глаз. Разглядывать измученную троицу больше не было времени. Стена домика натужно затрещала и развалилась, бросив сочувствующий взгляд на пленец, Сергей побежал вверх в спальню. «В окно! Быстрее!» скомандовался тот же голос, с каждым разом звучащий в голове все громче и увереннее. Открыв окно, мужчина едва не свалился на пол. Мощный удар пронялся дрожью по всему дому. Тварь внутри, и судя по ее яростным крикам, она добралась до лишенных зрения девушек. Догадываясь о печальной судьбе освобожденных пленниц, Сергей спрыгнул из окна. Стоило ли их выпускать? Возможно, в погребе они переждали бы нападение паука и остались целы. Но что если тот, кто их запер, больше не вернется к ним? Что если они умрут от голода? Что если подонок, издевавшийся над ними, приготовил нечто более ужасное, чем смерть от паукообразного монстра? Может, выпустив их из плена, он помог несчастным окончить их страдания? «Тебе нужно бежать к скале! Там есть ход в пещеру! Если успеешь туда добраться, паук тебя не достанет!» Пояснил голос, направляя героя. Сергей мчался, сломя голову. Казалось, он вот-вот выплюнет собственные легкие, а деревенелые от напряжения ноги раз и навсегда отвалятся, как отслуживший свой срок. Тяжелая дышка мешала сосредоточиться и без того в сложной обстановке. Когда уже показалось, что силы полностью иссякли, перед глазами возникла черная каменная стена. Скала! Судьба благоволила герою. Осталось найти вход в пещеру. Мощный скрежет металла и яростное бормотание дали знать, что не только обессиленный мужчина сумел добраться до этого места. Увидев предназначенного себе человека, тварь, словно открыв второе дыхание, стремительно сокращала дистанцию. Голос молчал. Нужно было сделать верный выбор. Сергей стоял спиной к скале, призывая к помощи неизвестного ему помощника. Напряжение нарастало. Повернув голову в левую сторону, Сергей подчинялся инстуиции и рванул из последних сил в поисках спасительного входа в пещеру. Уставший мужчина бежал, едва поднимая ноги. Чувство, что он вот-вот спасется, охватывало разум. Неожиданный оптимизм придал сил, когда Сергей уже начал ощущать своим затылком ветер от размашистых шагов негодующего преследователя. Пан или пропал. Справа появилось углубление. Либо это небольшая выемка, и Сергей будет пойман, либо тот самый, так желаемый, вход в пещеру. Снова доверившись интуиции и подчинившись мольбам уставшего тела, таксист нырнул в выемку, оказавшись в глубокой пещере. Высокий, естественный портал охотно проглотил забежавшего в него человека. Тут же за спиной Сергея с грохотом опустилась массивная железная решетка, бесцеремонно оставив яростные преследования. Озлобленно поколотив препятствия, тварь, словно понимая поражение, отошла в сторону, всем видом показывая, что не сдвинется ни на шаг, пока предназначенный ей человек не покинет пещеру. Сергей, едва удержав рвотные позывы, устало лег на холодный каменный пол. Наслаждаясь освежающей прохладой и отсутствием каких-либо движений, он наконец-то понял, почему голос, приведший его в эту пещеру, ему знаком. Он знает, кто его сюда привел. Дав мужчине немного прийти в себя из темной глубины пещеры, неуверенно переставляя ноги, к Сергею вышел шестилетний мальчик в костюме космонавта. Застенчиво прижатые по швам руки были по локоть измазаны кровью. Вот мы и встретились. Я знаю тебя. Запутавшись в эмоциях, громко поприветствовал Сергей. Почему ты здесь? Почему я тебя вижу? Я все-таки умер? Не совсем, но и живым тебя уже не назовешь. Что значит не назовешь? Сергей смотрел на копию шестилетнего себя и в очередной раз поймал себя на мысли, что сошел с ума. Гигантское чудовище, беспощадный охотник и его изувеченная жертва, незрячие измученные девушки, паукообразная тварь, ожидающая его у входа в пещеру. Со всем этим разум простого водителя сумел смириться и даже принять как должное в стрессовой ситуации. Но ребенок, выглядящий в точности как он, идеально имитирующий его детский голос... Ты меня разочаровал! Очень сильно разочаровал! На глазах мальчика накатили слезы. Безумный и будто бы требовательный рев паука привел в чувство Сергея. Он попытался приблизиться к мальчику, чтобы успокоить его, все еще надеясь, что ребенок покажет ему путь к спасению. Из темноты пещеры послышались торопливые шаркающие шаги. На свет разрезаемый прутьями решетки вышел высокий и до безумия худощавый человек. На его лицо натянуты детские очки, перемотанные изолентой, а бритая голова усыпана шрамами. Обладатель такой головы с легкостью мог бы получить прозвище наподобие кожаного меча или чего-то подобного. Пока Сергей изучал нового участника действия, бритоголовый схватил его за горло и прижал к стене. Мы были хорошим мальчиком! Громко шмыгая носом, говорил мальчик Сережа. А потом ты познакомился с этим! Он все испортил! Он испортил тебя! А ты испортил нас! Мы могли быть хорошими, стать космонавтом! А ты... Досада и разочарование сменились гневом. Люди взрослеют, меняются, не все становятся хорошими, не каждому дано стать космонавтом! Сергей говорил отрывисто, с трудом хватая воздух. Жесткая хватка бритоголового позволяла лишь беспомощно болтать ногами и наносить безрезультатные удары по длинной руке. Без усилий удерживая взрослого мужчину. Ты даже не пытался! И знаешь что? Теперь ты останешься здесь навсегда! Я не отпущу тебя! О чем ты? За этой решеткой не твой враг. Он в самом деле пришел за тобой, но не чтобы убить. Он бы посадил тебя в клетку и доставил обратно в мир живых. Ты смог бы побороться за жизнь. Даже у твоего дружка Коли был шанс, но он им не воспользовался. Коля был предназначен охотнику, и тот до него добрался. Ты предназначаешься мне. Я тоже до тебя добрался. А ты... Мальчик посмотрел в сторону чудовища, негодующе ожидающего развязки. Сегодня без улова! Ты убьешь меня или он? Сергей яростно махнул рукой, в очередной раз пытаясь ударить худощевого человека. Нет, он тебя не может убить, лишь причинить боль. В этом мире я единственный, кому по силу тебя умертвить. Но я этого не сделаю. Ты должен мучиться. Ты стал настоящим чудовищем. Ты не заслуживаешь легкого конца. Ты не исполнил нашу мечту. Ты даже не попытался. Ты не космонавт. Дождавшись окончания эмоциональной тирады, бритоголовый вонзил в бедро Сергея смычок, проткнув конечность насквозь, и отпустил мужчину. Я обрекаю тебя на вечные муки. Я долго смотрел, во что ты себя превращал. Страдать тебе за это до конца времен. Сергей попытался уползти, но боли и накопленная усталость всячески препятствовали движению. Умоляюще посмотрев на каждую из голов паука, он закрыл глаза и свернулся в калач. Плечи таксиста легонько задергались. Он ревел. Паук, отчаянно ударив конечностью по решетке, ушел, у него еще полно дел. Измученный, нестерпимой болью, таксист смирился со своей новой участью. Будь что будет. Сергей медленно открыл глаза. Слепшиеся веки неохотно поддались команде, но выполнили ее, впустив в глаза яркий дневной свет. Резь в глазах оказалась мелочью в сравнении с дальнейшими ощущениями. Осмотрев себя, мужчина тут же заметил, что из его бедра хлещет кровь. Судорожно пытаясь прикрыть руками рану, таксист кричит. Судорожно пытаясь прикрыть руками рану, таксист кричит. Не от боли, он кричит, потому что сейчас находится в своей машине, не в пещере с шестилетним собой. Уже с такой ситуацией взрослый мужчина сможет найти выход. С трудом стянув себя свитер, Сергей перевязывает ногу, стараясь свести к минимуму потери крови. Кто знает, сколько он уже потерял. Теперь важна каждая капля. Раскопав среди битого стекла и пластиковых обломков телефон, он набирает 112. Долгие гудки, кажущиеся бесконечными, наконец-то прерываются знакомым голосом. Тебе не убежать, все только начинается. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, дети, как вы знаете, по историям и не только по историям, могут быть очень жестоки. К сожалению, это правда жизни и от этого никуда не убежать. Думаю, все равно из тысячи будет один вот такой вот Коля или Сергей или кто-то еще. Это просто примеры. Ну и наш главный герой, скорее всего, получил то, что он и заслуживает. Пишите обязательно свое мнение в комментариях и поставьте смайлик космонавта, если вы дослушали историю до самого конца. Так мы узнаем, сколько нас. А я, как и всегда, с вами не прощаюсь. Услышимся в следующей интересной истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!